После Второй мировой войны мировая общественность наложила эмбарго Японии на производство вооружения и различной техники. Туда попало и двигатель внутреннего сгорания. И поэтому японцы акцентировались на производстве именно трехцилиндровых, двухцилиндровых двигателей. И они попытались выжать из этого маленького объема какую-то хотя бы мощность. Поэтому там сейчас до сих пор очень сильно востребованы различные хатчбеки. Они на этом всем очень сильно повернуты. И конечно же спортивные мотоцикли типа Спарта-Чи, Кавасаки и так далее. Поэтому когда они зашли в автомобильный мир, конечно они поразили прежде всего своей ценой маленькой и своими японскими автомобилями. Японские автомобили не будут восприниматься так как европейские. Они чужды. В 90-х, когда они попали на наш рынок, да, они конечно поразили, может быть, где-то своими технологиями, где-то своей дешевизной по отношению с другими автомобилями. Но у меня создается вопрос. Когда Япония является самой высокотехнологичной страной, почему две японские машины, которые у меня были, это Мазда 626 и Ниссан Микро, почему, сука, у них у всех барахлил генератор, понимаешь? Я не доезжал постоянно домой. Конечно, до 90-х годов в Японии было дно в плане автомобилестроения, но потом рынок развивался, потребитель становился более требовательным, и поэтому японцы начали добавлять в свои автомобили и кожу, и рожу, начали убирать этот конченый пластик. Но все равно было такое, даже на Лексуса 2004 года присутствовал вообще конченый, рыжий, какой-то там деревянные вставки, шпон, и такое чувство, что японские инженеры, они думали так. Так, значит, что у нас мода? У нас в 90-х была мода на дерево. Приклеим сюда деревянную вставку, которая абсолютно была просто несуразной. Когда Мерседес стареет, он становится классикой. Но когда стареет японское автомобиль, оно становится дном. Легендой. Дном, я тебе объясняю. Моду. Они за счет моды это делают. То есть, если в моде одна какая-то ерунда, спиннер, к примеру, они вставляют этот спиннер. Но этот спиннер уже через 3 года, а он становится неактуальным. То же самое и дизайн японского автомобиля. При том, что автопром, он сводится к тому, что сейчас корейские автомобили, они подтесняют японцев. И японцы никогда не станут люксом. Несмотря на то, что они вывели там инфинити, они вывели на лексус, они вывели еще какие-то автомобили. Человек, который имеет деньги, имея на чаше весов лексус и мерседес, он, естественно, купит всегда мерседес. Он купит мерседес. Одинаковый по цене, но только реально какой-то японский ценитель. И сегодня мы с вами будем снимать вот этот автомобиль, которому у меня тоже нет никакого желания, никаких эмоций. Но посмотрим, может быть, если я на нем проедусь, я изменю свое отношение к японским автомобилям. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, и это Honda Accord. И когда я слышу Accord, у меня ощущение, знаете, с плодово-ягодным вином. Ну почему назвали Accord? Это то же самое, что стиральная машина-помощница. Ну как-то тупое какое-то название, чувак. Ну ты не находишь? Поэтому эта машина-дно, чувак, это хуйня. Я не буду ее, блядь. Вот это говно! Я не буду, бля, пацаны. Пацаны, даже не приглашайте больше. Отписывайтесь на моего канала. Друзья, если честно, когда эта машина появилась у нас в Минске, мне она, если честно, понравилась. Я ее знаю давно. Мне особенно нравится, как светят вот эти задние фонари ночью. Честно говоря, для тех времен, а эта машина начала производиться с 2002 года, этот зад был топовый, друзья. По сравнению даже с Мерседесами классическими, ну вот это, это реально красиво. Эта машина производилась до 2008 года, это седьмое поколение, поставлялась в трех комплектациях. Вот видите, первое, что для меня чуждо, это то, что надо вот эту палку поставлять. Я такое чувство, что как вжиг. А лезвие, ты не туда ее поставил. Вот, вот понимаешь, вот понимаешь, вот понимаешь. Нормальный человек из Германии или из Европы, он вообще не понимает. Она поставлялась на наш европейский рынок в трех модификациях. Это 2.0, 155 лошадиных сил, 2.4 с индексом VTEC. Мы потом вам расскажем, что такое 190 лошадиных сил. Это все. Подожди, ты сказал VTEC? VTEC. Он IFTEC, правильно? IFTEC, блядь. IFTEC. Давай, переписывай. Также еще 2.4 IFTEC, 190 лошадиных сил. Это все атмосферные двигатели. Было еще 2.2 дизель, которые абсолютно... Они мало распространены. Да, да. И были, знаете, еще дорестайлинговые универсалы, которые реально, ну, очень сложно сделать из нормальной машины красивый универсал. Мне очень не нравится. Это днища, и после рестайлинга их убрали, потому что вообще их фанаты никак не восприняли. Вот, у меня единственный вопрос. Почему они ввалили сюда вот такой маленький аккумулятор? Если для хорошей развесовки можно было запросто поставить его куда-нибудь в багажник, и когда я вижу вот это расположение мотора, не продольное, а вот это поперечное, ну, бля, меня просто... Я очень... Это сразу, это передний привод. А вы знаете, как я отношусь к переднему приводу. В этой машине есть определенные слабые стороны. Помимо того, что кузовное покрытие до рестайлинга, оно не было оцинковано, и, конечно же, там идут и кромки дверей, и задние арки, насос гидроусилителя выходит из строя, и стоит он немалых денег, порядка 300 долларов. Жидкость ГУРа меняйте, ребят, периодически. Но больше всего у меня вопрос. Блядь, вот эта штука, вот этот шланжик стоит, сука... 180. Брисо! За что? За что? За что? Покупаю эту машину, если вы видите, что-то тут подсекает, вы сразу можете 180 долларов скидывать, потому что это реально... Никакая изолента вам не поможет. Либо, ребята, вы можете сделать, как я, прессовать его на Бехтерева за 30 рублей. Ну, так как владелец автомобиля, он пересел с Жиги, то он знает, как обращаться с автомобилями. Друзья, и также вот этот двигатель, эта система в ТЭК, тут нету гидрокомпенсаторов, поэтому на холодную он звучит так громко, но потом... Если клапана все отрегулированы, что надо делать каждые 40 тысяч по регламенту, то не будет стучать. Не будет стучать. Ну, вот, ты с Жиги регулировал клапана, и тут это та же самая работа. Ты согласен, дружище, что вот эти двигатели, они очень требовательны к маслу, потому что, если масло густое, то маленькие... Маслоточные каналы, они тонкие. Да, каналы забиваются, и не поступает масло к распредвалу, поэтому там капиталка и все другие вопросы. И опять же, тут надо выбирать золотую середину. Возьмешь ты масло, если сильно жидкое, и если уже пробег больше, ну, скажем, 100 тысяч, оно будет угорать у себя просто. Поэтому тут даже от марки зависит. Лучше мой совет лейте... Стоп, стоп, стоп. Давай, давай. Друзья, я вот хочу познакомить вас с Димой. Дима, вы его видели в выпуске про Жигу. Вот посмотрите по этой ссылке в описании. Она тут будет. Это человек-каскадер, который чуть-чуть не вывалился через лобовое стекло. 2.0, кстати, вот у 2.0 есть проблема с распредвалами. Они летят. Распредвалы. 2.0, 4.0 такого уже нет. Друзья, мы хотели бы вам сказать, что эта машина оснащена системой впрыска и газораспределения фаз Айфтек. И хотим сказать, чем это отличается от обычной машины. Скажи именно про те косяки, которые есть в этой машине. Ты как владелец, никто лучше тебя не знает. Первое, это о чем мы уже говорили, насос ГУР. Но с ним, слава богу, мне повезло. Я столкнулся с заменой шлангов. Вот этот шланг вместе с датчиком и металлической трубкой, новый стоит 180 долларов. Он у меня стал подтекать. И довольно-таки сильный. Но есть альтернатива. Это мастерские, которые занимаются прессовкой шлангов. Грамотно прессовать, ставить туда пружину, чтобы не пенилось. И это обошлось мне в общем... 15 долларов. 15 долларов. Это не 180 долларов. Единственное, что гудит насос на холостых, если ты ворочишь руль. Но я беседовал с мастером. Он сказал, если машина не дергается, руль не убивает, значит езди. Забудь. Ну и тут же есть рейка. Рулевая рейка. О, да, ребята. Рейка, рейка это очень интересный вопрос. Не так давно я с ней столкнулся. Если есть фотки скидывал, помнишь, да? Что может быть с рулевой рейкой? Когда вы эту машину покупаете, прежде смотрите. Есть ли подтеки на рулевой рейке? Текут сальники, разбивается подшипник, стачивается вал, открывается коррозия. У меня конкретно подтекли сальник. Рейку я снимал сам. Отдавал в ремонт. А не делали, потому что у меня было оборудование. Устанавливал сам. Это тоже очень важный нюанс. Следующее, что может еще быть, это компрессор. Компрессор кондиционера. В нем иногда, ну это где-то уже после пробега 150 тысяч, накрывается муфта. То есть она просто стопорится. И этот ремонт тоже довольно-таки дорогостоящий. Это в районе, ну где-то, я не знаю, примерно 150 долларов тоже это будет стоить. Ты знаешь, дружище, ты извини. У меня машина с 95-го года, и там ни разу еще не накрылся компрессор кондиционера. Но у меня он тоже не накрывался. И у меня не накрылась рулевая рейка, просто потому что ее там нет. У меня такое же рулевое управление, как на Жиге. Да, рулевая трапеза. Редуктор. Да. Вот на самом деле двигатель очень востребован к маслу, потому что и сама система Афтек, ее работа завязана от системы масла, а точнее от давления масла в двигатель. Когда давление при больших оборотах достигает определенного уровня, то клапана начинают работать, скажем так, на всю фазу. Вот. И тут очень тонкие маслоточные каналы. Если ты заливаешь густое масло, то оно, особенно если в мороз, оно плохо проходит по каналам. За счет этого плохо смазываются коленвалы, за счет чего они выходят из строя. Ну и, ребята, если в целом говорить про подкапотное пространство, каких-то существенных проблем с ней нет, то это в целом надежный мотор. Он считается миллионником. Если будете должным образом ухаживать, замена масла, кстати, советую, можете меня оспорить, 5-6 тысяч и менять. Вот. То он прослужит вам верой и правдой. Официальный производитель 15 говорит через 15. Ну, это во многих машинах так говорят, поэтому ваше дело слушать или нет. Что еще могу рассказать про нюансы? Ну, не столь существенные. Например, можете сразу обратить внимание на фары. Они запотевают изнутри. Это болезнь. Потеют изнутри фары. Насколько я вижу, еще и бампер. Это сейчас перенемся к этому. Что касается бампера, это у всех хон болезнь, он со временем провисает. Я его уже делал, талрепом его подтягивал, но тут вот видно стесно. Я был въехал, да, и он опять просел. Хотелось бы, конечно, еще вернуться к больной теме японцев. Это лакокрасочное покрытие. Оно здесь не очень качественно. Во-первых, некачественный сам металл. Не то, что некачественный, он тонкий. Я не знаю, вот можно постучать даже, может и будет заметно, я не знаю. Серьезно, сравнись. Ну, слышно, да, характерный тонкий звук. На фольге, на конфетке и то более. Если мы так постучим по жиге, то мы сломаем всю руку. Дело в том, что я хотел бы тебя добавить. Имеется в виду, что это очень не консервативно, блядь, а, как это называется, не педантично, а как это называется, тогда, когда ничего лишнего, только то, что надо. Как, блядь, называется вот это определение? Короче, друзья, дело в том, что философия японцев, они не относятся так щепетильно к автомобилям, как относимся мы. Поэтому они просто не задумывают. Да, 50 тысяч, и дальше пошла в Европу, и на Дальний Восток пошла, да, и там из двух конструкторов собираются и так далее. Поэтому они не особо на это обращают внимание. Что, ребят, про подвеску, что могу вам сказать? Передняя подвеска простая, двухрычажная, задняя многорычажная. Ну, с подвеской здесь, в принципе, все легко заменяется, делает самому, никаких существенных проблем нет. Ну, втулки стабилизатора, да, изнашиваются, они бывают сам стабилизатор стирают, за счет чего? Проще подложить ремень ГРМ туда, а не покупать новые штуки. Это владелец копейки. Кузов оцинкован, да, и он не склонен в целом к ржавчине. Но, тем не менее, появились жуки, лобовое стекло под этой, в общем, резиночкой. Ну, тут, если будет видно или нет, вот целая полоска. У многих японцев проявляется, там, у Мазды, Хонда, неважно. Кромка багажника, ну, здесь, конечно, не видно, там очень мало. Но, тем не менее, она снизу ржавеет. Все видно. И последний, где у меня есть жучок, это вот здесь. В этом месте особенно его хорошо видно зимой. А в остальном все целенькое. Да, друзья, и особенность. Когда я сел в этот салон, это какой, 2006 год? 2007 год. 2007 год. Знаете, я вам хочу сказать, что салон тут довольно-таки спортивно выглядит. То есть, мне даже, если честно, нравится. То есть, ты попадаешь сюда, ты понимаешь, что это не S-класс, это не E-класс. Это, кстати, официально D-класс в том числе. Да, ну, то есть, ты понимаешь, что тут нету никакого намека на какую-то престижность. Тут есть, знаете, такая вот направленность на молодую аудиторию. Ну, например, если мы возьмем ту же Acura, да, Acura TSX, это такая же по кузову машина, то там же прослеживаются и красивые деревянные вставки, и хром на панели. Вот это рыжее дерево. Да, 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 и на порогах хромированные накладки. Но, в самом деле, оно классно смотрится в Acura, серьезно. Ну, да, 2006 год, рыжее дерево, неплохо, на самом деле. А скажи, а вот это не светится в ночи? Нет, эта штука вообще стерпится, она, ну, должна блестеть. Да. Ну, вот эта губка. Да, 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 гудит. Шестиступка, кстати, друзья, шестиступка, это очень классная вещь. Я хочу сказать, что даже на Шкодах нового поколения делают пятиступку, и, честно говоря, не хватает в дальних поездках. Про Шкоды вы можете посмотреть тоже видео мы снимали, очень интересно. Сидеть тут, в принципе, неплохо. Поддержка боковая есть, да, и даже она регулируется. В сидении есть много регулировок. Но, конечно, по состоянию именно сидения, это дермантин, да, насколько я понимаю? Нет, это кожа. Это кожа? Это натуральная кожа, а посередине это ткань. Дружище. А почему мне, когда я трогаю эту натуральную кожу, кажется, что это дермантин? Ощущение для 2006 года... Седьмой год, Олесь, седьмой. Для 2007 года это днище. Ну, как бы, но я хочу сказать, дружище, чтобы ты меня тут не отпиздил сразу в этом салоне, да, я хочу сказать, что куча кнопочек, это тогда было модно, кнопочки такие, как, знаешь, в старых CD-плеерах. Ну, что, это круиз-контроль, это магнитофон. Друзья, давайте с вами заценим звук этой тачки. Ну-ка, казани! Ну, вам любой человек, который занимается выхлопом, скажет, что с четырехцилиндрового мотора нельзя получить какой-то особенный звук. Это всегда будет какой-то детский. Какие вы припомбасы сюда не ставьте, никогда вы не получите бархатистого, нормального, насыщенного звука. Пять цилиндров, шесть, восемь, вообще классно. Ну, тут есть две трубы, друзья. Две трубы это уже классно. Так что... Не, все равно, что ты не то. Не, я тебе хочу сказать, нормально, нормально трогается, никаких вообще проблем. Кулиса короткоходная такая. Сцепление короткое. Да, очень удобное. Я хочу сказать, что, ну да, небольшие там дергания есть, но никаких, как бы, проблем я не вижу особых. Сразу к этой машине привык, мне все просто, нету никаких, ну, пока вот я, сколько, две минуты еду, нет никаких раздражающих моментов, которые меня бы раздражали, если честно. Интересно посмотреть динамику. Этот двигатель любит обороты. Вот, начинает включаться в ТЭК. И что я вам хочу сказать. В ТЭК-то он есть, но что-то он не втыкает, если честно. Я сейчас тоже не чувствовал, ну, поджопника как-то. Сейчас сколько, 3000 оборотов, я жму педаль в пол, подхвата не чувствуется. Все-таки, знаешь, это не турбированная машина, это не компрессорная машина. Я просто привык к компрессору, что там чувствуется подхват. Тут более, знаете, разгон такой, ну, он плавный, он планомерный. То есть, эта машина, она будет дуть с нижних оборотов и до самого, короче, конца. Вот, по поводу подвески. Она жестковатая. Ну, она жестковатая, но я тебе хочу сказать, она не жестче, чем мой Мерседес. Эта машина, она провоцирует на какую-то такую незаконную езду. Давайте сейчас встаем. Ну, разгон есть, разгон есть, но он не дарит таких ощущений. Я, честно говоря, ожидал большего. Но я знаю, что если люди вырезают катализаторы, они ставят какой-то другой коллектор, насколько их прошивают. Да, но уже... Машина едет, типа, 210. Это S-Type S. Type S. Но, смотрите, машина едет прямо, что я очень люблю. Машина едет прямо! Машина едет прямо! Я в шоке! Так, давайте. Ну что, сделаем ли мы Volkswagen? О, хорошо пошло! Хорошо! Жалко машине. Машина разгоняется, вторая передача очень хорошо, неплохо, неплохо. Я по своим ощущениям, я не ездил на мощных автомобилях, я вам сразу хочу сказать. Но мне кажется, что эта машина едет где-то на уровне моей, может быть, немножко быстрее. Но ощущения у меня даже от своего старого Мерседеса более бодрые есть. Эта машина неплохая, ее стоит покупать. Она может доставить какого-то немножко удовольствия, звук двигателя. Ты не понимаешь, ты едешь на 1.4 или 2.4. Эта машина среднячок. Я не чувствую какого-то вау, я не чувствую, что меня вдавливает сидение. Звук тут такой посредственный. В общем, эта машина простая, надежная, уже теряет свою актуальность. Но если вы на ней будете ехать, никто не скажет, что вы колхозник. Это самое главное. Она молодежная. Она, в принципе, даже приятная в управлении. То есть... Это не Мерседес, но и не Део Ланос. То есть это реально... Всего не убили. Да. Вы получаете ровно то, за что вы заплатили. Это ровная, ровная тачка. Ничего против нее не скажу. Но себе бы я, если честно, такую машину не купил. Я бы купил себе старую. Понимаете, это не... Не к тому что, вкусы. Да, это лично мой вкус. Я тебе говорю, я ненавижу BMW, я ненавижу Audi, я терпеть не могу Volkswagen, я ненавижу GDM. Можете от меня отписываться, но я вам говорю правду. Я люблю только... Я, Лес, не милый из корня. Я люблю только Мерседес и купил бы... Если бы я выбирал... Вот сколько эта машина стоит на вторичном рынке? Она сейчас где-то 8509. Я в чоке! 8509. Я бы себе взял S-класс 220-й. Да, я был бы, извините, постоянно ходил бы и заклеивал себе пукан, потому что у меня бы ломалось все, и меня бы бомбило просто от того, как там калашматит электронику. Но я бы понимал, что я езжу на Мерседесе. Но эта машина на самом деле надежная, она не ломучая. Это? Ну, такого вообще не скажу. Ну, как бы я хотел ее обосрать, но у меня не получается ее опустить настолько, потому что в реальности тут очень удобная коробка. Очень удобная коробка. Рулю. Ну, не сказал бы, что сильно информативно, но неплохо держишься вот так. На скорость, если ты едешь, допустим, потратишься, она хорошо. Ну, в общем, как-то так, друзья. Вот, ну, что касается динамики, да, я скажу честно, мне хотелось бы все-таки, чтобы она ехала немножко бодрее. Все-таки здесь 190 лошадей, это как бы, ну, скажем, теперь это немного, но и немало. Но иногда хотелось бы немножко бодрости, да, я понимаю, тут нет турбины, если там едешь на трассе, там 120, все не будет, толчка такого какого-то. Но, но, этот двигатель, он, так скажем, очень пригоден к тюнингу, и тут потенциал роста в нем большой. Даже если там вырезать тот же катализатор и прочее, то уже будет и звук другой, и уже будет по-другому ехать. Но мне хотелось бы, чтобы она была немножко бодрее. Ну, и машина немножко на трансформера похожа. То есть она такая хай-тек, хай-тек. Ну, а ты говорил, у тебя масло не жрет. Я не говорил. Двигатели, как у BMW, по регламенту масло поджирают. Да, 10 километров проехал, литр залил. Смотрите, какая маленькая дырочка, как у настоящей японки. Все очень минималистично, да? Смотри, какая сексуальная дырочка. Дима, у меня, короче, компрессор отключился. Давай поездим еще, чтобы двигатель прогрелся и компрессор заработал. Леся, у меня втек перестал работать. Да пиздишь ты, бля, что ли? Ай, сука. Да я тебе говорю, у меня компрессор отключился. Дай ты старичку оклематься хотя бы. Что Мерседес представляет после компрессора? Я сейчас, подожди, я сейчас муфту разработаю. Все, 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 я домой. Муфту разработаю. Друзья, просто, ну, такая проблема, она встречается нечасто, потому что эти машины до таких лет не берут. Это не японцы, это не втек. Просто отгнил провод. Тут все от провода, братан. У тебя более серьезные проблемы. Просто, ну, муфта не включается. Электромагнитная. Потом они уже отказались, конечно, от этой залупы. Но муфта не включается, потому что двигатель не прогревается. Вот. Муфта сейчас включается. Я сейчас ее руками разработаю. Сейчас она лучше будет. Сука. Я какой-то. Такое чувство, что Мерседес свингер. На лице. Сука. Сразу видно передний привод. Что я могу сказать? По разгону машины примерно одинаковые, но у меня на второй передачи, то Дима плохо втыкал, то у меня очень жутко проскальзывает циклей. Я не знаю, но мне как-то с переменным успехом, потому что... Да, когда-то я был быстрее, когда-то Дима был быстрее. То есть мы можем сделать такой вывод, что машины едут примерно одинаково. Ну, оно так и есть. Потому что на самом деле у меня, ну, просто надо уметь переключаться, есть обороты тоже. Я не профессиональный гонщик. Это, наверное, первый раз на ней, когда я так бы с кем-то гонялся. Поэтому, ну, можно простить. Ну, пиздик, короче. Ну, смотри, у тебя 190 сил, а у меня 193 силы. Плюс еще у меня 23 года двигателя. Твоему двигателю сколько? Ну, у тебя же 60 лет двигателя, конечно. 10 лет. Ну, суть заключается в том, что машины примерно одинаковые. 2,3, 2,4. То есть, по сути, друзья, мы договорились о том, что побеждает дружба японского народа с немецким. Ну, и, конечно, побеждает качество жизни, что у японского народа, что у немецкого. Потому что машины, они, конечно, делают, к сожалению, пока что лучше, чем отечественные. К сожалению, да. Да, но я тебе хочу сказать, что Lada Vesta, Lada X-Ray также. Да, Lada X-Ray Cross, она взяла что-то немножко с твоего салона, кстати. Потому что дизайнер с этого, с Мерседеса, с Вольво пришел. Ну что, друзья, подписывайтесь, оценивайте, если вам понравилось, ставьте лайки. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok